Я рад, что сегодня вы включили нашу программу. Вы помните, о чем мы говорили в прошлый раз? Тогда мы начали разговор о молитве народа израильского, в которой они, прежде всего, выразили свое раскаяние. Во второй части своей проповеди пастор Вольф Ганг Квекерт объяснит нам, почему такое признание своей вины полезно, какие гарантии оно дает и какие уроки мы можем извлечь из второй части этой молитвы. Вы ни в коем случае не должны пропустить эту замечательную проповедь. Приятного просмотра! Давайте сейчас снова встанем и прочитаем стихи 16 по 19 из этой длинной и серьезной молитвы. Сейчас мы увидим в ней новые тона. Прежде мы видели в ней благодарность, почитание и признание. «Ты единственный! Ты Бог! Вот что говорится! Ты совершал одно чудо за другим для нас и наших отцов!» Но далее следует 16 стих. В нем сказано «но». Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруга, и не слушали заповедей твоих, не захотели повиноваться, и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруга, и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. И далее следует еще одно «но». «Но ты Бог, любящий прощать, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». И ты не оставил их. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали, «Вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, но ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им надлежало идти». Здесь мы видим потрясенный законом Божьим народ. А теперь присаживайтесь, пожалуйста. Народ впал в раскаяние, а затем эти люди снова собрались вместе и сказали, «Мы должны признать все наши грехи. Мы должны вернуться к Богу, возобновить наше богослужение и снова покориться Богу». Все не может оставаться таким, какое оно есть. Вот о чем они молились, друзья мои. Мы видим, что они обратились к грехам своих працев и своим грехам. Они были безжалостны к себе и обратились к Богу в таком духе. «Ты был так благ и добр с нами, а мы стали такими задиристыми и упрямыми, что не последовали Твоим заповедям». Они отказались слушать Бога и сделали своим Богом золотого тельца. Грех стал приветствоваться в их рядах. Разве не случается такое частое с нами, когда Бог благословляет нас, когда Он исцеляет нас и дарит нам работу, еду и питье, а в итоге у нас появляется любимая жена, семья, дети, дом и все прочее. И что мы делаем с этим благословением? Мы забываем, что все это произошло из благости Божией. Мы забываем о том, что Он сделал это все для нас. Он нас совсем не волнует. И это неправильно, конечно. Так мы идем путем лжи. Но вот что интересно, в прочитанном нами только что отрывке мы можем видеть еще одно «но». Но посреди длинного списка и грехов, и проступков возникает еще одно «но». Это «но» надежды. «Ибо они восклицали». Давайте сейчас еще раз прочитаем семнадцатый стих. «Но ты, Бог, любящий прощать, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их, хотя они отвернулись от него». Они осознали не только то, что Господь, Бог един, но и то, что Он есть Бог, любящий прощать. В книге пророка Михея сказаны такие знаменитые слова «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего?» Не вечно гневается Он, потому что любит миловаться. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие?» Именно об этом были их молитвы тогда. Они осознали свою вину. Но перед Богом, перед Которым они осознали свою вину, они не впали в отчаяние. У них была надежда. Когда Давид разрыдался перед Богом из-за своего прелюбодеяния, он молился такими словами. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего, и ты снял с меня вину». Давид был освобожден. И народ израильский тоже осознал свой грех и тоже был освобожден. Некоторые люди считают, что раскаяние это плохое слово. Они считают, что раскаяние это тяжелое слово, будто это какое-то враждебное нам слово. Друзья мои, раскаяние это не тяжело. Раскаяние наоборот, оно освобождает. Раскаяние делает нас свободными. Когда вы осознаете свои грехи и обращаетесь к библейскому Богу во Иисусе Христе, вы общаетесь с Богом, любящим прощаться. Один бывший солдат Второй мировой войны однажды рассказал мне, как он был счастлив, когда перед ним оказались американцы, и он наконец смог сдаться. Долгое время, благодаря нацистской пропаганде, он верил, что войну еще как-то можно выиграть. Это давило на него. И он все сражался, но в конце концов, реальность у него перед его глазами говорила на другом языке. Он это чувствовал, он это увидел, он понял, что войну им не выиграть. Но ему приходилось сражаться и сражаться, ему приходилось стрелять в других людей, это разрывало его изнутри, ведь с одной стороны, он знал, что война проиграна, а с другой стороны, ему постоянно приходилось убеждать себя, что окончательная победа все еще впереди. Это невыносимое напряжение. Послушайте внимательно, это невыносимое напряжение рассеялось в тот момент, когда он наконец смог взглянуть в лицо реальности, сдать оружие и честно признать, что война проиграна. На этом война для него наконец закончилась, его жизнь была спасена. Вот что он рассказал мне тогда, я передаю его слова. Именно так, как он и сказал, когда я сдался, я ощутил внутри себя глубокую и тихую радость. Он был очень рад, и мне кажется, что это просто прекрасный образ для раскаяния. А вы ведете войну против Бога и вам ее никогда не выиграть. И чем дольше вы ее ведете, тем разочарованнее и несчастнее вы чувствуете себя. Но знаете что, мои дорогие, когда вы наконец сдадите свое оружие и сдадитесь Богу, раскаетесь, а вы станете счастливейшим человеком на этой земле. Бремя спадет с ваших плеч, и это прекрасно, что это произошло тогда в Израиле. Когда они молились этой молитвой, это должно быть был один из счастливейших дней за всю историю Иерусалима. Ваша война тоже может закончиться уже сегодня. Ваша нечистая совесть может успокоиться уже сегодня. Ваши бессонные ночи теперь могут прекратиться? Вам нужно всего лишь увидеть, как обстоят дела на самом деле, и сдаться, ибо вам не победить Бога живого. Позвольте Ему победить вас, и тогда-то вы поймете, что наш Бог это Бог, любящий прощать с каждого человека на этой земле. Надеюсь, вы скажете на это Аминь. Аллилуйя. Давайте сейчас почитаем дальше. В следующих стихах Израиль в своей покаянной молитве вспоминает о том, что даровал им Бог, и ты дал им Духа твоего благого, чтобы наставлять их, и манну твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. Сорок лет ты питал их в пустыне. Они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не векшали, и ноги их не пухли, и заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные с камня, виноградные и масличные сады, и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости твоей. Здесь мы видим, что они не забывали снова и снова прославлять Богом за то, что Он сделал для них. Мы ясно видим в этой молитве следующее. Раскаиваясь, они благодарили Бога за Его благодеяние во всех сферах их жизни, и потом они добавили, но мы не благодарили тебя за это, но мы отвернулись от тебя. Мы пошли своими путями и нарушили завет с тобою. Так все-таки они прославили Бога за то, что Он сделал для них и за Его великодушие к ним. И далее они стали благодарить Бога за то, что Он снабжал их всем необходимым на протяжении сорока лет, и за то, что Он даровал им землю обетованную. И вот тут они сказали еще одно «но». Это уже 26 стих. «И сделались упорно, и возмутились против тебя, и презрели закон твой». А еще далее у нас есть 30 стих. «Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали, и ты предал их в руки иноземных народов. Они решили, что Бог наказал свой народ и отдал его в плен иноземным народам, а земля обетованная была захвачена иноземными войсками». Часто казалось, что вот он, конец Израиля. Но в своей молитве, своей покаянной молитве, народ израильский снова говорил следующие слова. «Только послушайте их, но по великому милосердию твоему, ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благой и милостивый. Прежде ты был для нас Богом, любящим прощать. Теперь же ты для нас Бог благой и милостивый». Мы видим, что они постоянно обращаются к милости Божией. И это относится и к нам, дорогие мои прихожане. Разве не представляем и мы порой собою клубок ненадежности? Позвольте спросить вас, кто из вас может всем своим сердцем признать, «Да, Бог совершал в моей жизни благодеяние за благодеянием, в духовном и в других ее планах. Он дает мне все, что мне нужно. Он мне помог». Скажите, кому из вас Бог был благ в прошлом и кому по-прежнему Бог являет свое благоволение? Если в этом зале есть таковы, поднимите, пожалуйста, руки. А вот и мой следующий вопрос к вам. А кто из вас, несмотря на это, роптал на Бога? Скажите, практически столько же. Как вы все заметили, это имеет отражение, а именно то, что было у отцов тех людей, то, что было у Израиля, Божье благословение, Божье благодать, Божье милосердие, Божье благодеяние, и наша неверность, наше роптание, наша непокорность, это тот же шаблон. Если я обращусь к своей жизни и начну говорить от всего сердца, то должен вам сказать, я тоже иногда думал, я просто не понимаю, почему Бог до сих пор благ по отношению ко мне. и это правда, особенно, когда я начинаю думать о том, что было не так в моей жизни, в мыслях, словах и поступках. Но, дорогие прихожане, в этой главе и в этой молитве мы видим, что Бог просит нас снова постоянно уповать на Его великую милость. Независимо от того, насколько велика гора нашей вины, как сильно бы все не было запутано, и как огромен наш грех мы все же можем сказать от всего сердца, и все-таки ты благой и милостивый Бог. И Бог никогда не устанет говорить нам «да», как и сказано в книге «Плач Иеремии». По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Когда вы придете к Нему, станете всем сердцем искать раскаяния, признаете перед Ним все свои грехи и покоритесь Ему, тогда Бог живой встанет на вашу сторону, ибо Он справедливый, а также благой и милостивый Бог, и так будет до самого конца времен. И сейчас очень важно, чтобы мы правильно поняли то, что выражено в 33 стихе. Давайте сейчас обратим наши взоры к этому стиху. Вот о чем они молились далее. Вам интересно слушать? Если интересно, скажите «Аминь». во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Это раскаившаяся церковь не скатилась до роли жертвы. Вы заметили это? Вместо этого она сказала «Да» тому, что происходило с ними. На протяжении всей их истории, и так продолжается, и по сей день, они не говорили «Господи, а почему столько людей погибло во время скитаний по пустыне?» Почему мы оказались в рабстве Вавилона? Почему враги оккупировали нашу землю? Почему мы рассеяны по всему миру? Почему на нашей земле так много бед? И у нашего народа тоже так много бед? Если говорить нашим сегодняшним языком, эти вопросы звучали бы так. Почему я так болен? Почему я, к примеру, потеряла мужа? Почему я один? Почему у меня нет жены? Почему у меня нет работы? Почему Бог это допустил? Почему и снова и опять? Этого не было в их молитве. Представьте, что вы обращаетесь к Богу и говорите Ему, «Боже, а почему у меня такая длинная жизнь?» А после продолжаете, «Боже, ты только посмотри на того парня и на меня. Ты несправедлив, это точно». Послушайте, на этом милость Божия закончится и наступит его справедливость. Покаянная молитва Иерусалима была не такой. Народ израильский говорил в ней, «Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны». Молящиеся тогда люди не сомневались в Божьей справедливости, они не говорили, «Но ведь это не справедливо». нет, они соглашались с Богом во всем. Бог не сделал ни одной ошибки, Он все сделал правильно, но они были развратны и много раз грешили. Он же все сделал правильно, даже в том, что касается тех напастей, что свалились на них. поэтому все желающие преклониться перед могучей рукой Божьей могут надеяться на Его безграничную милость. Но сегодня для нас это проблема. Даже среди христиан мы сами слепили себе образ Бога и считаем, что Бог это наш партнер, не так ли? Эдакий наш коллега, и мы хотим быть с Ним на равных. Но когда вы пытаетесь быть с Ним на равных, а вы приговариваете сами себя гибели, вы должны понять, что Бог это Бог, а вы это грешный человек. Эта истина является заглавной для всей нашей жизни. Это образ Божий, который нужен нам, чтобы выказать должное уважение Богу живому и сказать, ты справедлив во всех своих действиях. А вот почему в Евангелии от Луки в Библии сказано, и милость Его, то есть милость Божия, продолжается в роды родов и безгранична к боящимся Его. Пожалуйста, не спорьте с Богом, но бойтесь Его. Тогда Он помилует вас ради Иисуса. Тогда Он применит святое деяние Христа, которое Тот совершил на Голгофе ради спасения грешников с сегодняшнего дня и до конца всех наших дней, и тогда вы сможете ощутить, что Бог благ. Он многомилостив. А вот почему Бог верен нам, даже когда мы отворачиваемся от Него. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. И тут можно вспомнить известные слова из послания к римлянам. А когда умножился грех, вот тогда стала преизобиловать благодать. Не просто изобиловать, а преизобиловать совершенное ее действие. Нет греха, нет стыда слишком великого или слишком серьезного для того, чтобы благодать Божья не была еще большим. Ибо Бог, любящий прощаться, говорит устами пророка Исаии, если будут грехи ваши, как багряны, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Это не означает, что в самом конце все познают Божью милость. То есть, согласно девизу, все мы попадем на небеса. О нет, Бог милостив лишь к тем, кто Его боится, кто исповедуется перед Ним в своем грехе, кто склоняется перед Ним в покаянии, и кто признает спасительное для себя дело Христа и всем сердцем верует в Сына Божия как в своего Спасителя. Именно это и сделали евреи в Иерусалиме. А вот к чему привело чтение закона. Они слушали его целых семь дней, то есть неделю. И тогда их сердца разорвались от смирения перед Богом. Они собрались вместе на Великий День Исповеди. Они плакали, они кланились Богу, они постились и исповедовались в своих грехах, и Бог простил их всех. Если исповедуем грехи нашим, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от беззаконий наших. Они раскаялись и обратились к Богу. И далее следует этот главный стих, ради которого и была сказана вся эта молитва. В нем они и сделали этот замечательный вывод. Я хочу прочитать вам этот стих. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Они хотели начать новое служение. Они хотели взять на себя новое обязательство перед Богом и зафиксировать это в письменном виде, записать это и подкрепить печатью. Они хотели заново обратиться к Богу и начать новую жизнь с Господом. И к чему же привело это соглашение? Вы услышите в следующий раз, когда мы с вами будем обсуждать следующую десятую главу. Вот тогда-то мы и поговорим о том, о чем они договорились с Богом во имя будущего их народа. Они хотели, чтобы их народ снова покорился Богу. Но нам по этому поводу остается сказать только следующее. Дорогие прихожане, а не хотим ли и мы снова и снова раскаиваться содеянным нами благодаря Слову Божьему? Не хотим ли и мы признать с вами наши грехи? Не хотим ли мы обновить союз с Богом? Не хотим ли мы ощутить пробуждение в нашем сердце и даровать Господу новую любовь, новую страсть, новую жизнь и новое служение Богу во имя Бога и во имя нашей радости? Если это так, то давайте сейчас вместе дружно скажем «Аминь!» Аллилуйя! Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. На сегодня это все. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...